ну что же всех приветствую дорогие друзья мы снова в эфире сегодня воскресенье 20 00 как обычно мы проводим очередной стрим у нас сегодня в гостях у нас в гостях роман цимбалюк корреспондент агентство униан в москве добрый вечер добрый вечер роман мы обозначили тему самым общим характером пускайте тема обозначена как украина план мира или раздела хотя не стали уточнять ее в том ее смысле что план штанмайера позиции сторон роль россии и так далее мы об этом собственно будем обо всем говорить но важно чтобы мы вот этот сущностный момент о том к чему в принципе должен этот план привести то ли к миру то ли к самым негативным последствиям раздела украины вот чтобы это рефреном чтобы центральной темы мы это обсудили и прежде чем мы начнем уже беседовать я прошу всех наших зрителей как обычно пожалуйста все кто уже присутствие фире я вот вижу уже пошли вопросы причем к роману приветствует романа все значит прошу всех значит ставить лайки для нас это очень важно и подписываться на канал там где вы можете пожалуйста дорогие зрители раскидайте ссылки на наш эфир потому что для нас важно увеличить еще по ходу дела число участников трансляции это поможет нам ну и выбрать из большего количества вопросов так сказать адресованных как роману так ко мне ну и в принципе мы очень рассчитываем тем самым тем самым в общем серьезно обсудить тему поскольку у нас такой замечательный гость роман прежде чем мы начнем это обсуждать я бы хотел вот чтобы многим было понятно о чем идет речь до кампания прошедшие этим летом весной и летом привела к власти новые силы в лице президента зеленского ну и партии слуга народа одной из главных позиций которые отставил зеленский было именно позиция достижения мира с москвой при всем негативном к ней отношении но все мира что явно было противоположно позиции скажем так администрации порошенко очевидно совершенно она была более жесткой более ориентирована суверенитет и конечно об этом нельзя судить терминальном смысле точно ли зеленский готов идти на какие-то уступки ради вот этой главной цели мира но абсолютно точно в период кампании огромной поддержкой он пользовался выступая против так называемой партии войны так это звучало на выборах и в поддержку таскать более активных шагов для достижения мира на донбассе собственно ключевыми является вопрос сейчас настоящий момент уже по истечении вот этой кампании выборов в раду собственно минские соглашения от февраля 15 года и их вариант их интерпретации трактовки скажем так россии поддерживающий план штанмайер об этом москва неоднократно заявлял заявляла и собственно предполагающиеся после обмена 7 сентября большого обмена там 35 на 37 человек который послужил неким гуманитарной предпосылкой гуманитарным шагом к тому чтобы продолжить переговоры именно по минским соглашением и соответственно обсуждать план штанмайера прозвучало что до конца сентября может состояться встреча в нормандском формате на высшем уровне где эти договоренности могут быть окончательно согласованы тем не менее вот сейчас последний формат свидетельствует о том что почти по видимым все таки встреч перенесена разные ходят по этому поводу информации вроде бы это большей степени связано с киевом поскольку администрации зеленск самым не готовы сейчас форсировать этот процесс по рецеперированию планы штанмайера что вообще об этом думаете вот связи именно итогов выборов и интенсивности процесса переговоров по минским соглашениям вот целом ваша позиция какая марк захарович рад вас слышать приветствую на зрителей вашего канала приятно в такой компании провести вечер буду благодарен если кто-то подпишется не только на ваш канал она мой тоже я вот даже ссылочку бросил в описании а по сути ну давайте марк захарович вот чувствуется вас адвокат вы так поставили вопрос что можно полчаса говорить на эту тему но я буду стараться более сжато если говорить о том что было сказано во время избирательной кампании то это уже не имеет никакого значения на сегодняшний день потому что на то на избирательная кампания чтобы народ и штабы избирательные обещали людям то что ну не факт что можно выполнить в принципе как мне кажется все украинские политики которые над на данном этапе обещают миру любой ценой они ну на самом-то деле лукают и с точки зрения меня как гражданина украины мне кажется это не очень правильно потому что тем самым они пытаются внушить украинское общество что по большому то счету можно договориться хотя договориться на сегодняшний день возможности нет потому что требования которые ставят москва но они но просто недопустимые для любого суверенного государства то есть они хотят чтобы мы согласовывали все внешнеполитические шаги не только внешнеполитические шаги с москвой я знаете как еще до войны в принципе ну как бы готов был к тому чтобы власти этот в российский фактор учитывали каким-то образом у нас это называлось когда-то многовекторность то после нападения на украину я просто считаю что ну это странно было бы если бы украинские власти на этот шаг пошли вот потому что москва раньше нам предлагали дешевый газ то сейчас нам предлагают или обещают не стрелять но это по моему это сомнительный аргумент тем более в ситуации когда у кремля остался военный рычаг чуть ли не единственный рычаг давления на украину а по поводу формулы штанмайра вы знаете их можно называть как угодно хоть марка фигина можно цимбалюка называть можно даже путина называть просто вопрос в том что что за этим с точки зрения украины украина воспринимает минские соглашения не только украина запад в том числе это такая формула для того чтобы москва и путин ушли с донбассом сохранив лицо именно поэтому мне санкции увязаны с тем что санкции против россии увязаны с выполнением минских соглашений хотя слова россия там практически в этих документах нигде не звучит ну кроме как там посол россии на в украине что михаил зурабов подписывал этот документ со стороны российской федерации и в ситуации когда они не планируют в принципе уходить из оккупированных территорий то как-то эту формулу не назови это все по большому счету такое типа шулерство шаг к тому чтобы украина каким-то образом признала оккупационные администрации начала с ними взаимодействовать на это я абсолютно убежден не пойдет ни одно украинское правительство и по большому счету зеленский и не только он хотя тут были разные заявления но в конечном итоге позиция такая что никто на этот шаг не пойдет и поэтому я вот кстати вас поправлю не соглашусь наоборот украина с молодым президентом сейчас очень много было желания провести эту на встречу глав нормандской четверки даже в таком ну что ли символическом смысле чтобы показать что формат работает что президент и главы государства готовы договариваться но на россияне поставили вопрос ребром как обычно они требуют ну да президент россии там иногда бывает самым влиятельным человеком на этой планете и его признают человеком года и он требует по сути чтобы зеленский только за факт встречи пошел на политические уступки и вот на на эту так называемую формулу штанмайер они тут говорят что она согласована якобы была там три года назад но типа не легла на бумагу но если она не легла на бумагу значит она не согласована я думаю марк захарыч подтвердите этот тезис и там же никто толком не знает что то такое за исключением буквально одного предложения особый статус на временной основе в день выборов и на постоянной основе после подтверждения этих выборов демократичными и соответствующими стандартам обоисе вот это все что известно об этом еще я извините роман перебью и после этих выборов только передача контроля над границей после выборов не до понимаете ну да но в минских соглашениях так и записано просто вопрос в том что выборы должны пройти по украинскому законодательству и вот здесь самый главный вопрос как бы ну то есть я прекрасно понимаю что хотят в кремле они хотят чтобы в конечном итоге они провели выборы им на оккупационной администрации потому что украину туда никто допускать не собирается никакого ахметова и других уважаемых людей в украине на выборах не будет только ставленники суркова они якобы проведут эти выборы и получат как это будут требовать от украины особого статуса на временной основе а если учесть что конфликт уже у нас длится пять лет и уже шесть и конца ему не видно то есть нет ничего более постоянного чем временно вот это целью москвы чтобы лавров захарова путин и другие уважаемые в россии лица потом говорили вот украина не признает этих ребят хотя но очень странно должна признавать потому что вот мы же договорились по формуле штанмайера ну короче это называется есть хорошее русское слово шумер да есть более мощный развод есть такое понятие в политике особенно часто употребимая смотрите роман тут надо вот просто многие зрители они только слышат это что формула штанмайера там минские соглашения февраля 15 минск 2 имеется ввиду и так далее то есть они детали не понимают не понимают чего я просто так сказать скорее задаю риторический вопрос понятно что что такого некоторые говорят даже и в россии из числа людей которые например не очень разбираются во всем этом в том что пройдут выборы на территории ордло только ордло это отдельные регионы донецкой луганской областей ну то есть не подконтрольная центральную киеву часть но оккупированная территория оккупированной россии там стоят российские войска там находятся марионеточные значит администрации этих лимитровных территорий соседних с россией вот мол значит вдруг на этих выборах как многие считают если будет воля заявления обеспечена ну не знаю там контролем органов бдича в эссе или так далее выиграют сторонники например зеленского что они наверняка в этих районах есть я повторяю я сейчас излагаю точку зрения какой-то определенной части российских обывателей это даже не всегда обязательно ватная часть но вопросы эти при ну небольшом профессиональном знании или внимательном изучении этой ситуации эти вопросы поднимаются и поэтому не о них надо дать ответ мне хотелось бы чтобы не я это разъяснял а все-таки вы своей позиции пояснили а как это вообще в ордло в принципе может возникнуть ситуация при которой будут свободные выборы будут действовать партии слуга народу европейская солидарность марзахарович я не являюсь как это сторонником то есть я бы лично на все украинских выборах не голосовал бы за слугу народа но если бы я находился в луганске я бы голосовал бы за любую украинскую партию в том числе за на партию слуга народа но результат этой политической силы правящей в украине будет на оккупированных территориях около нуля я так понимаю вы чувствуете мою иронию говорят один демиург вот этого происходящего ужаса на востоке украины когда-то написал произведение с таким вот названием и вчера да и вчера ему исполнилось 55 лет на тану исполнилось по большому счету ни одну не по большому счету а такие есть ни одну украинскую партию на выборы туда не допустят по той причине что любая украинская партия которая будет знаете что они могут пообещать только одно будет как до на 2014 года и за эту партию на проголосует донбасс который они просто пообещают мир потому что уход россии с этих территорий это на автоматически означает мир возвращение не только украинского телевидения элементарных вопросов как бы жизни и обеспечения вот мы живем здесь в москве сейчас отопление не включили и кажется немножечко это некоторым не нравится но по сути что принесла россия на оккупированной территории анатус она эти регионы но отрубил от цивилизации в прямом переносном смысле то есть все что было достигнуто за да даже не только за годы независимости вообще за все годы все перечеркнуто если раньше это был регион который зарабатывал бабло и рулил в том числе украиной по многим позициям то сейчас это черная дыра и не знаю извините за такое слово за жопья российской федерации и да и я просто к тому что но мне тут недавно спрашивали почему путин теперь использовать словосочетание не русский мир а историческая россия вот потому что словосочетание русский мир настолько изгадили на оккупированной части востока украины что вот прошел ребрендинг то есть таким образом мы понимаем это следующим то есть для москвы целью с ну с моей точки зрения объективно является ситуация превращения донбасса в по варианту приднестровья в такую вот приграничную с россией территорию которая де-факто контролируется москвой де юра может иметь любой совершенно статус в частности особый статус в рамках украины как на субъекта международного права как государства с точки зрения целей политических украины в целом это но процесс грузинизации вот так это многие называют и в украине тоже модный термин то есть фактически попытка все таки содействовать промосковским силам в украине для того чтобы они грубо говоря придерживались точки зрения москвы на процесс превращения в приднестровье ну в кавычках приднестровье именно региона донбасса оккупированной части означает ли это в принципе ну вот на ваш взгляд роман что у этой проблемы тогда нет решения условно говоря пока москва полностью не деоккупирует территорию донбасса не выйдет оттуда не предоставит возможность действовать просто украинскому законодательству выборному в частности так сказать всем остальным решения у этой проблемы нет москва будет упираться сохранять статус-кво или же возможно какие-то формы давления со стороны ну прежде всего там участников нормандского формата сша и так далее на ваш взгляд ну последние демонстрируют что западному давлению россия прекрасно противостоит и вряд ли это является каким-то фактором по крайней мере на данном историческом этапе ну что они там эту территорию так подкармливают знаете как как бездомных собак в клетке там разные цифры называются там два миллиарда в год это стоит российскому гражданину из российского бюджета это все платится ну в принципе для такой большой богатой стороны я говорю без иронии как россия это ничего не значит но как бы суммы соизмеримые на данный момент я не вижу ни одного признака чтобы российская федерация каким-то образом пыталась эту ситуацию решить по-другому чем было ближе то есть пока они хотят просто встроить это в политическое тело украины чтобы этим ребятам которых назначает кремль имели право ответа на решение в киеве этого не будет никогда и вот я сейчас иногда слышу такие мысли что ну вот якобы с при новом президенте зеленском россия готова отползти с донбассом исходя из того что эта территория уже как бы инфицирована там русским духом русским миром или там всей этой фигней как бы идеологической но я думаю что этого не будет потому что как только туда зайдет украина очень быстро все вернется на свои места и с другой стороны тут но много раз она под это которые там зарабатывают из двух источников с одной стороны они пилят бабки которые выделяет россии своего бюджета но и плюс как бы регион он там тоже есть что попилить они там уголь продают страны металлургические заводы которые подай по продают по своей продукцию там в такие прекрасные страны типа сирии помня фальшивым документам и которые фиксируют происхождение товара там якобы где-то в россии сделали а потом через таганрог они вывозят ну то есть вот в таком на плане но если металл стоит там допустим там одну цену цену они делают ее с диску с дисконтом с дисконтом 70 процентов как бы то но почему бы там не купить странам таким как сирия которая уже точно не боятся американских санкций или иран допустим то есть это вот такие два у них покупателя ну еще говорят турки иногда покупают наши турецкие партнеры они в этом в плане торговли молодцы и такой вот на вариант поэтому вот то что вы говорите там приднестроизация или или грузинская это уже произошло только по самому жесткому варианту как мне кажется если сравнивать с постсоветскими странами то мне кажется больше всего он это напоминает на горный карабах потому что годы идут конфликт леет и самое главное почему как бы я именно с этим провожу параллель потому что там на линии соприкосновения там уже 20 лет на все готовы к войне все у них у готова время от времени происходят инциденты но смысл в том что дай команду там все танки заряжены заправлены везде новые аккумуляторы все готовы убивать ну принципе слово грунт такое грубоватое но правдивая потому что это задача военных на самом-то деле и в нашем случае по моему будет точно также и ничего не изменится в обозримом будущем тут же на захара расчет это кстати мне у меня вопрос к нам как бы нас в российском обществе вот тут же есть достаточно большой процент сумасшедших а я по-другому назвать не могу которые считают что уход с донбасса это предательство русского мира и вся эта чушь как бы пропагандистская что почему-то многие думают что если россия хоть с донбасса и там отменяют комендантский час то от этого на русская идея сильно пострадает и насколько вот этот вот фактор важен для для того же кремля чтобы вот эти сумасшедшие но не начали скакать там в районе там красной площади и кричать типа путин сдал русский мир сдал русских путина что там ну дальше но я бы сказал так что это процентов в лучшем случае на 10 если брать вот этот ватный электорат работает с контакт с каким-то сознанием то есть это люди убежденные такие наверное есть но большей части мы видели тому доказательства не раз это люди которые ну скан так конъюнктурно об этом рассуждают ну причин здесь несколько с одной стороны это пропаганда и они стилизуются под нее они рассуждают так как им внушает телевизор потому что от них ведь все равно ничего не зависит их все равно никто не спрашивает условно говоря если путин захочет просто отдать донбасс то разумеется толпы этих людей не выйдут а те о ком вы говорите кумулятивный элемент ну как вы например союз ветеранов донбасса вот это тоже создана сурковым организация значит там частично из союза десантников частично значит какие-то остатки от того что не перебили или не посадили здесь в россии они действительно могут где-то как-то на этом еще эксплуатировать эту тему там а отдельные фигуры моно фигуры является гиркин какой-то потому что он прогоняет телегу антипутинскую под предлогом того что значит значит раз не то что уходит донбасса до киева не дошли вот это предательство до киева танки не дошли что надо было сделать это очень небольшая часть совсем маленькая я говорю 10 процентов это в рассуждениях а те кто готов в принципе что-то делать по этому поводу как вы говорите выходить кремлю и тогда это просто полтора человека буквально в смысле потому что рисковать ничем они не хотят просто общество сейчас русское устроено так что любые подобного рода внушенные сверху они только внушенные сверху потому что жили они никогда не знали не о проблемах донбасса не так сказать шоу гнетает русскоязычное в кавычках население и так далее это все исключительно было сделано через телевизионную картинку чтобы обосновать действия путина чтобы поднимать его рейтинг там много многовекторная задача так вот эти люди они ничего делать не будут вот эта большая иллюзия считать что значит эти все люди заражены вот этой имперской идеологии и идеологии русскими я вам конкретный пример расскажу не буду далеко ходить я когда-то состоял в конце 80-х годов такой ряд народ трудовой союз это была умеренно правая организация очень умеренно такая либерально правая организация иммигрантская и стала в ней не очень много народу в россии это была антисоветская антикоммунистическая организация но разные были в ней люди и вот вдруг где-то году наверное боюсь в шестнадцатом на одном из мероприятий подходит ко мне женщины вы знаете вы состоялись таким из барнаула чуваком он был депутатом даже одно время фамилия русаков я очень хорошо помню русакову там были два человека русаков и шведов которые состояли в нтс так вот вы знаете русаков убили на донбассе это для меня прозвучало совершенно неожиданно потому что этот человек был образованный юрист он был преподавать потом стал депутатом того барнаульского какого-то там загсобрания алтайского края да значит и вдруг она говорит вы знаете он спился страшно просто спился без каких причин в четырнадцатом или там я не знаю там в пятнадцатом году спился просто вот совсем и уехал под этим делом на донбасс я почему так сильно удивлен что у этого человека никогда не было взглядов русский мир там еще чего-то я в списках обнаружил он действительно вот этот русаков погиб там от алтайского края но вы видите это настолько инфернально роман чтобы вот такой человек который я знал лично он там возглавал по моему даже издательство посев здесь в москве одно время он переехал жил москве и так далее и у нас не были добрые отношения это было все-таки в 90-х годах я его с тех лет больше никогда не видел но вот человек за там 15-20 лет прошел какое-то расстояние в идеологическом своем представлении о том какой должна быть россия что такое имперские имперские амбиции что такое русский мир и так далее и оказался там вы понимаете чего ты не какой-то бонус которому но общем нужны были кредиты это вряд ли там сказать я не думаю хотя опять же его судьбы не знаю и человек погиб на донбассе там по моему он приехал через пару дней он причем даже старше меня было под 50 был когда он погиб может даже больше на пустое в интернете он просто его в первый день его и хлопали причем непонятно как непонятно что но привезли гроб похоронили о чем я пытаюсь сказать что разного рода инфернальные случаи бывают но сказать что есть некая массовая забота народа о жителях донбасса и так далее ну так мы же видели как переезжающие в россию жители донбасса мыкаются ничего не могут для себя получить не паспорт не гражданство не жилья и уезжают куда глаза глядят понимаете в в основном кстати в украину или в европу куда получится тоже у них птичьи права в россии не всем же дают сразу же гражданство несмотря на все эти декларации поэтому я как раз убежден что ждать какой-то активности от этой среды не приходится их не спрашивают вся инициатива исходит от власти сама власть определяет сегодня мы донбасс сдаем или мы донбасс значит соответственно оставляем у себя вот приведите такие настроения царя я маленькую ремарку сделал я еще раз прошу мы сейчас в чате напишем ссылку на канал романа цимбуляка у него замечательный канал он не только украинской теме но и обширной повестке посвящает свои передачи свои стримы я прошу вас подписывайтесь на канал романа это замечательная совершенно таскать по содержанию видео пожалуйста подписывайтесь мы сейчас попросим наши модератор константинов кинеток суп ну и в конце передал уже есть поэтому пожалуйста на романа подписывайтесь это представляет огромнейший интерес и мы с романом знаком почитай на 14 года я так сделал до марк захарыч я признать от чего жалею что не осталось у меня на видеозаписи меня вашего на спича по делу к какому что а вот этот который был в городе донецке ростовской области уже непосредственно перед оглашением нет 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 в зале суда у меня осталось что-то у меня есть кстати потому что то я когда когда это слышал у меня было впечатление что мы находимся где-то в американском суде потому что по уровне экспрессии аргументов но понятно что на результат не повлияло но но было очень интересно что где вы параллели проводили с чеченской войной ну то есть годы прошли но впечатления остались до сих пор поэтому ну да это было выступление в премиях сторон где-то мы его все-таки сумели что-то снять конечно это как бисер и свиньи так сказать естественно что российского суда нет но все-таки как я много раз говорил политическая защита она все равно дает результат да вот раз мы перепрыгну немножко на тему я скажу что и вот освобождение романа это же ведь тоже безнадежная история была казалось бы казалось бы со старта романа сушеного 7 сентября привезли в киев потому что и обвинение 12-летний срок и все что я слышу и сейчас про то что во всем виновата адвокаты давайте говорить по методичке что адвокаты плохие а суд то российский хороший независимый понимаете но на самом то деле любое вот это политическое внесение этого политического публичного элемента защиту она раз за разом доказывает объективно свою полезность потому что несмотря на все вот эти безумные решения судов российских которых нет потому что это несут он к суду не имеет вообще никакого отношения да тем не менее политическую регулирование в этих делах достигалось как раз посредством в том числе использование этой методологии и я убежден что вот я сказать и савченко и льми умеров которые я тоже защищал и роман сушен которых собственно говоря всех фактически ну только роман год продержали после приговора да ну чуть меньше даже вот а всех остальных отпустили отпустили и это означает что все было не зря вот это я пытаюсь сказать вот я значит возвращаясь все-таки к теме хотел роман вот еще о чем поговорить потому что многие из наших зрителей и так далее они может не до конца понимают что сейчас происходит в украине и это важно услышать от вас с точки зрения политической скажите вот все-таки можно ли допустить что несмотря на вот этот табу на тему торговли суверенитетом украине даже для зеленского хотя много в чем его обвиняют много в чем все-таки может пойти по пути продавливания киевская власть но по отношению к своим собственно говоря избирателям чтобы ну например провести референдум инициировать по поводу плана штамма и роменских соглашений попыток договоренности с москвой по прекращению войны и так далее или же все-таки отступится и отойдет вот как это будет во внутренней повестке происходить то есть вот на что готов пойти зеленский и его администрации ну там офис президента там не знаю большинство в ради и так далее или все-таки есть абсолютное табу все просто отступиться из как нет будем с москвой держать жесткую позицию не уступим не плану штамма и они подобным же сдачам разделом фактическим разделом украины вы знаете мне кажется что в конечном итоге офис президента зеленского в этой в части войны и мира займет точно такую же позицию как администрация президента порошенко не потому что кто-то из них лучше или хуже просто другой просто опции нет на столе и возможно разница будет только в том что все-таки вот сейчас команда зеленского они пытаются избегать такой конфликтной на лексике вот в адрес россии там на страна агрессор там и так далее и так далее не обвиняют российскую федерацию и постарайся в принципе не вспоминать это кстати вот когда зеленский про произносил свою инаугурационную речь он слова россия не произнес вообще ни разу но как бы это такая если можно сказать вербальная оболочка этого процесса а на практике будет тут точно также что эти вот долгие бессмысленные переговоры в минске которые ни к чему не приведут и на определенном этапе но же петр алексеевич победил на выборах он тоже мир обещал за две недели а через пять лет он сказал что он попросил прощения вот кто-то я я в данном случае не хочу как бы сказать о том что на то не и политики чтобы обещать а то что они не могут выполнить и в данном случае скорее всего на каком-то этапе будет офисом зеленского предложен такой вариант как бы вот смотрите вот мы пришли желанием установить мир мы делали то это мы сделали тайны и всем предлагали это мы предлагали это конечном итоге на российской федерации от всего отказалась и поэтому мы должны констатировать что здесь мы остаемся на тех же позициях просто можно же ну как бы все это произнести без такой экспрессии как говорил петр алексеевич свое время я говорю о результатах поэтому я думаю ну просто ничего не будет и тут же смотрите вот зеленского пытаясь сопоставить такую ситуацию чтобы он просто пошел на уступки москве вот просто пошел то есть ему же не с политической не с какой-то другой точки зрения ничего кроме проблем москва не предлагает то есть они же не предлагают что мы вы там где-то прогнетесь чуть-чуть под нас типа и мы вернем вам контроль за оккупированными территориями наоборот они этого не предлагают они говорят просто прогнись под нас потому что ты какой-то молодой зеленый молодой молодой зеленый за президент тем самым как бы возникает вопрос даже но с этой точки зрения для чего идти на такой шаг чтобы получить проблемы внутри страны потому что ну очень большой процент на пассионарных граждан украины которые это терпеть не будут и это понятно а зеленский осознает вот вот понимание того что в украине просто не пройдет никакой план сдачи суверенитета он невозможен ни в каком виде это понимание она есть я в этом убежден но слушайте я все-таки исхожу из того что люди которые сейчас пришли во власть это кстати все мои ровесники зеленский чуть-чуть старше премьер-министр моего возраста министр обороны вот министра страны дел у нас опытный как бы опытный дипломат и для этих людей вот я просто по себе смотрю мы там может родились в советском союзе но когда-то все прекратилось все были в таком возрасте когда интересовались еще машинками и куклами если мы говорим про девочек и я просто вот думаю что ну для них для нашей новой элиты государственной а это такие есть если они занимают топ позиции это элита государства политическая другой страны нет и я не могу понять вот какой должен быть аргумент для того чтобы они начали вот этой страной там торговать особенно что значит торговать им же ничего не предлагают им предлагает просто сдайтесь потому что я не знаю просто мы старшие братья здесь москве потому что у нас ядерная бомба много нефти еще всякая ерунда поэтому бы никаких я не вижу оснований для того чтобы считать что команда зеленского что-то сдаст я вам скажу даже честно вот когда была избирательная компания почему я не голосовал бы за зеленского потому что они вопросы войны и мира всячески не сбегали даже да даже с точки зрения политтехнологии наверное это было верно и избирательно это ну как бы услышал эти аргументы то что фильмы слуга народа темы войны вообще не было там главная тема была коррупции ну то есть ну я бы не голосовал но все остальные проголосовали ну большое количество людей проголосовало это на выбор народа но сейчас вот после выборов заявления которые они делают ну посмотрите проанализируйте весь весь контент слов сказанных президентом украины на раз по российскому вопросу это продление санкций это оккупированные территории мы вернем крым мы вернем донбасс они же ничем не отличаются от того что говорил петр алексеевич ну что может быть если бы во время избирательной кампании он это говорил может быть я бы за него проголосовал но какое-то может быть даже большее количество людей в украине бы за линии тогда мы голосовать за зеленского не будет ну короче смысл в чем что сейчас определение которые используют офис президента они по сути своей ничем не отличаются может меньше экспрессии в этом как бы нет вот этого такого нашего патриотического надрыва но смысл в такой такой же какие при петре алексеевича ну да это в общем внешне определенно тестирует здесь нет никаких разносений риторика новой власти она действительно абсолютно ничем не отличается от того что делалось и говорилось но прежде всего говорилось при петре порошенко она скорее москвой должна восприниматься как конфронтационная другое дело что все-таки при порошенко власть была более однородна в этом смысле учитывая ну некая сегментативность вот есть просто зеленский зеленский как персона как президент как человек как личность а есть коллективный зеленский внутри вот этого коллективного зеленского там много чего есть там есть и коломойский там есть и богдан там есть портнов да но он не в самом внутри коллектива зеленского где-то рядом может быть по другой тематике не поэты занят и так далее масса всего такого что внушает ну скажем так многим в украине наверное так сказать те кто не является вот большими сторонниками действующей власти сегодняшней но и тем кто наблюдает со стороны но некие опасения на предмет того что но при каких-то обстоятельствах действительно могут где-то что-то уступить могут даже не понять до конца во что и в какой блуд втягивают и где-то это может сыграть самую негативную роль по политическим конечно последствиям и в отношении этой самой власти но и в пользу москвы потому что ведь москва не то что вы просто прогнитесь все-таки она посылает и другие месседжи пусть негласно пусть не официально пусть не дискретно директ или что называется про то что я скажу если вы не будете уступать то смотрите чем кончила предыдущая власть мы сможем запустить машинку уже против вас чего пока в такой степени в какой прежнюю власть торпедировали этого не было информационно через внутренние силы внутри украины и так далее то есть даже посмотреть на какие-то абсолютно про московские позиции того же медведчука то о пзж фактически сейчас по всем вопросам касающимся значит донбасса оккупированной части инициатив да они в общем зеленским солидаризируется на я уж не говорю про прессу и так далее так далее то есть ну кусать зеленского 70 процентом рейтингу тяжеловато опасно но москва же ведь этим манипулирует безусловно кто скажет что нету некого русского влияния московского влияния путинского влияния на ситуацию в медиа в политике в украине шантаж идет через это если вы не будете сговорчивы то мы включим все вот эти механизмы мне кажется вот об этом речь ну вы знаете чем дальше тем больше уже звучит а вот таких вот выражений что зеленский хуже порошенко или там зеленский то порошенко 20 только молодой или или фактически это говорят всем топ пропагандисты российские от соловьева и ниже то есть на самом-то деле любой украинский президент он обречен на то чтобы его обливала помоями на российское телевидение и которая объективного имеет и влияние в украине в том числе какой какой это но вот то что а и кстати если учесть что зеленский собирался только на один срок президентский то он может на это если не передумает конечно на это вообще не обращать внимание и когда вы говорили о факторах коллективного зеленского причисляли все вот эти вот фамилии эти люди они вообще-то все имеют какие-то позиции вес которые касаются в первую очередь внутренней политики там бизнеса экономических каких-то штук судебных и так далее так далее вот если проанализировать что они говорят и они делают это касается исключительно внутренней политики и только игорь коломойский иногда позволяет себе различные высказывания там в контексте не то гражданская у нас война не гражданская но во первых там тоже как бы очень интересно вроде он иногда так говорит но опять же говорит что договариваться нужно с путиным и и и у него и не только у него есть такая опция как бы он ставит тот такой вариант что давайте попробуем как-то договориться а если нет просто максимально перед закроемся от оккупированной территории будем жить сами пойдем своим путем это что он тоже говорит как бы вот поэтому я не вижу что вот этот тот коллективный зеленский каким-то образом подтолкнет президента украины и людей которые отвечают за вопросы безопасности и обороны на какие-то шаги в этом плане они они все на граждане украины представляете вот что должно что может произойти в стране если украина действительно признает вот эти вот аббревиатуры из трех букв вот россия любят говорить марк захарович да что вот путин а не путин а счета до ельцин он не постеснялся подписать соглашение и типа мол что вы выделываетесь ради меня единства страны но я думаю что все таки это не здесь знак равенства ставить не стоит я думаю вы даже больше меня об этом можете подискутировать в чем отличие и в конечном итоге после хасавютерских соглашений что было была вторая чеченская они не собираются соблюдать а них не собирается ну как и чеченская сторона в силу там многих причин там она не была однородна поэтому здесь сравнение не уместны вот чем не но тут смысл в том что тогда на что российская власть пошла на переговоры с боевиками типа мол а что тогда вы гетманскую свою булаву на испачкайте если пойдете на такой же шаг но в данном случае как раз вот тут же только вот в этом типа что давай на иди на перевы на прямые переговоры как только ты их начнешь значит у тебя гражданская война поздравляю снимайтесь на санкции скажет кремль пусть там разбираются да мы конечно знаем что они никогда не договорятся потому что такой команда из москвы не не поступит но ситуация такая я кстати вот в этом плане на оптимистично смотрю вот даже не так странно начал за собой наблюдать что то есть если я сначала очень настороженно относился к за команде вот в части вопросах безопасности там и внешней политики то сейчас ну слушайте наш президент говорит об этом не очень много но министр обороны говорит про нато министр иностранных дел говорит про европейский союз и то есть внешняя политика она абсолютно не изменилась может быть наоборот за счет этого стряски которая до сих пор еще ну как бы у нас такой кадровый хаос он все равно продолжается мне кажется но в конечном итоге она все станет на свои места и все будет хорошо хочется нет дополнительный вопрос перед тем как мы перейдем к вопросам зрителей еще один давайте разберемся еще роман вот с каким вопросом вот амнистии боевиками я бы и увязал с вообще говоря возобновлением скажем так значит финансовый финансовые взаимоотношения между киевом и вот этим ордлом между оккупированной частью донбасса да ну амнистия соответственно эта часть минских соглашений ну вообще как ее воспринимать с точки зрения того как украинское общество готовы ли к тому чтобы амнистировать всех кто воевал с высылой виноват в совершении ряда преступлений и так далее говорит нечего и на одной ли линейке на одной ли плоскости находится с этим с амнистией ну вообще говоря там уплаты пенсии тем же амнистированным боевикам ну не только ими конечно значит какие-то в помощи словами которые социальным группам определенным да там больше двух миллионов все таки в донбассе не шутки до луганской наевских областях вот надо ли платить это как обстоит с этой дискуссии в украине и но на ваш взгляд как к этому относятся там подавляющее большинство украинцев так сказать насколько они готовы ну вот принять такое помимо какого-то большого вопроса об особом статусе изменение конституции но мы с этим вроде как разобрались а вот эти более мелкие казалось бы вещи действительно так сказать деньги и правовая процедура прощения но амнистия фактически снятия ответственности с этих людей вот здесь как с этим но смотрите насчет денег и социальных выплат они же не прекращались на самом-то деле просто изменился порядок их осуществления не существует на территории под контрольной украине это как важно потому что тут говорят что вот там у киев решил жители луганска пенсии это не соответствует я извиняюсь роман это же лукавство понятно же что речь идет о тех людях которые хотят получать эти деньги но которые действительно находятся в этой оккупированной части и виновны в совершении многих преступлений и получать пенсию на территорию украины не поедут я думаю что лукавство именно здесь в конечном итоге говорят платите вот им платите вот тем кто не принял значит украину а принял всю эту историю сепаратизм я думаю что об этом речь не ну слушайте так тогда мы так договоримся до того что там одни пенсионеры воюют там не с числа граждан украины это тоже не совсем военные пенсионеры там моё убеждение такое что до момента я бы даже за закона принял о том что все кто воюет против украины дух момента амнистии так про которую мы сейчас будем говорить дальше никаких выплат в принципе быть не может а если мы говорим об амнистии то это прекрасный инструмент который используется во всех странах после таких конфликтов никто не собирается в украине суть судить там всех и так далее так далее но амнистия может быть проведена после установления на восстановление суверенитета над территорией и 99 процентов этих людей естественно будет амнистирован естественно я даже думаю не так не 98 не 99 98 и участие будут проблемы те которые ответственные за страшные военные преступления а еще какой-то процент людей просто вы едет в россию и здесь получит иммунитет от любого преследования основная масса конечно ну а что с ними делать поговорить с ними сказать ну что ж ты не делай так больше и погрозить пальцем сказать что ты на контроле сбу будешь если тебя кто-то заметит что-то где-то там с автоматом где-то бегаешь в лесу то сидишь в тюрьму вот и все как бы мне кажется это нормальный путь лишь решение проблемы просто когда на тут наши на на российские друзья не хоть хотят чтобы всех амнистировали но даже опять же это вопрос вопрос интерпретации того минского документа там написано про амнистию ну как бы там же не написано про амнистию всех например ну потому что они же цепляются за такие юридические моменты поэтому я считаю что амнистия да и всячески этот механизм украина должна рекламировать но по большому счету в ситуации когда нет никаких предпосылок до для возврата территории то просто не о чем говорить основная масса людей ну даже те которые в этих воинских в незаконных воинских формированиях таладах что нет не воинские формирования это оккупационная российская армия которая состоит в том числе из и за коллаборант ну понятно что опять же элемент российский что распилив заводы и фабрики они предложили людям на пойти теперь в этом на донбасс в армии за 15 тысяч российских рублей ну если человека скажу как бы не замешан в страшных преступлениях ну я считаю что ради национального мира и регулирование ситуации конечно да этот механизм и должен применяться и здесь нет ничего страшного ну что же перейдем к некоторым вопросам здесь смотрите роман есть вопросы которые прямо адресованы к вам есть вопросы скажем так которые можно обобщить выразимся так потому что ну например первый вопрос был я сейчас боюсь кажется его мы сейчас 53 минуты в эфире у нас 863 в онлайне нас смотрят значит был вопрос относительно сейчас я наверное пролистаю ленту относительно вашего участия в пропагандистских передачах там скобеева и так далее у других там соловьева спрашивали конкретно о том общаетесь ли вы с украинскими участниками программ типа кофтуна и так далее но я бы расширил от себя еще вопрос но и собственно говоря ваша роль участие в этих программах совершенно понятно в какую кислотную среду вы попадаете то есть это ну как бы вот важно объяснить мне кажется аудитории интересно вот и эмоции ощущение и цель вот вы расскажите роман ну марк захарович смотрите я на самом-то деле открыт для общения именно вот эти тезисы которые которые на своем youtube канале проговариваю в общении с вами их проговорю на любой площадке на которой есть возможность и считаю что пока меня не призвала не призвали рядовым вооруженных сил украины не дала родина автомат есть возможность говорить надо это делать но есть отвечая на ваш вопрос то на самом-то деле меня уже давно дисквалифицировали с российских федеральных каналов и я в этом году там был буквально несколько раз если как-то там часто приглашение были сейчас все есть там когда совсем трешеры я сам не хочу ходить как бы а вот 60 минут это как бы много мутировало на моих глазах если когда-то все все начиналось мне даже люди не писали говорит ну что то как ты с ними нормально общаешься то потом все превратилось в то что я уже тоже начал к этому терять интерес потому что даже как даже если ты быстро реагируешь и на что-то отвечаешь и и вроде бы не выглядишь идиотом в зале то по телевизору ты выглядишь идиотом по той причине что тебе звукорежиссер просто твоего микрофона убавляет звук вот и все поэтому это так работает то есть там все таки есть механизмы чисто технические чтобы ну не дать помимо тоже затыкают постоянно и закрикивают вот но я вам хочу сказать что лично я много очень много подчеркнул для себя лично с точки зрения ведения вот таких вот дискуссий публичных где нужна быстрая реакция это хорошая была тренировка на кошках для меня но знаете я знаю лично практически всех кто там принимают участие и могу вам сказать что народ которые приезжают из украины туда ну не основная масса это все-таки зарабить они наши но деньги зарабатывать не грех я никого не готов это оскорблять или упрекать законам это не запрещено но я просто для себя заметил что у многих людей от этих светов софитов а в студиях там яркие эти лампы просто сносит крышу в прямом смысле этого слова они на себя начинают считать не то звездами не то еще какими-то как лица которых вы даже сегодня называли я просто был удивлен что люди себя так воспринимает как это было сказано я такой востребованный вот это вот это важно и просто вот но у меня так сложилось как бы я сам работаю много лет с телевизором связано я прекрасно знаю что эти звезды они гасятся вот так вот одним движением и человека выплевают оттуда и и забывают даже я по себе кстати смотрю если на раньше у меня это мои соседи на меня косок косились что он типа морда бандеровская ходе то сейчас по спустя год как бы я выхожу с сыном гулять принципе никто не обращать внимание это беру о том что как это все работает и мне опять же повезло что мне есть человек рядом который мне всегда повторяет один пример на тезис о том что это все ненастоящее но не знаю вот для меня даже когда это все работало всегда оставался вопросы личный я всегда сомневался правильно или делать не становишься ты идиотом этим как его холопа хохлом для битья или нет но вот евгений панов один из заключенных как проще он когда у я нины соколовой был на программе ранды у он сказал назвал мою фамилию сказал что это было здорово когда я видел романа там потому что он очень четко формулировал мысли как такие которые мне помогали сидеть в тюрьме русской вот с этой точки зрения как бы конечно мне это было очень приятно в плане что это может быть то есть всегда вопрос ты становишься идиотом в это или нет но я вам хочу сказать что там так категория которая касается зарабить чан там же так все устроено что там же программа то есть ну я с таким не сталкивался но то есть редактора или кто-то модераторы этого процесса они там на мальчиком из киева для битья не говорили что вот вот здесь вот ты должен упасть а например а вот какая интересная информация потому что многие то у нас роман я просто поясню извиняюсь и перебиваю у нас даже здесь в россии я уж не говорю про украину они многие вещи воспринимают действительно за чистую монету они считают что все что там происходит это не результат сценарий ну с известными конечно импровизациями которых не избежать с учетом всего остального до поощряемыми импровизациями но проблема в том что люди не очень понимают по каким лекалам по каким так сказать типовым как бы методичкам все это вещи организуются вот важно вот эти всеми мелкие вещи слушать мары закрывается очень просто ну где не знаю надо говорить о сумме гонораров но они стартуют короче от 300 долларов если там в привести в твердую валюту и люди которые нигде не работают а большинство людей которые туда приезжают не в киеве нигде не работают то есть у них нет других доходов то есть я например но у меня есть зарплата агентство униан и ну короче я не нуждаюсь в финансовой подпитки для того чтобы там обеспечивать свою семью и а люди которые живут с этого они прекрасно знают вот сейчас я уже поняла это уже как бы выработано до автоматизма сейчас уже можно не проговаривать вот этот вот как это что то есть хохол он должен быть в конечном итоге должен быть бит для для российской публики и все прекрасно понимают эти правила игры и если ты там есть масса людей и которые хорошо могут говорить и так далее и так далее но они прекрасно понимают если ты будешь сильно там перья подымать просто тебя дисквалифицируют и все вот ну вот так но я вам хочу сказать что мне этот опыт у телевизионной российский очень как бы помог и что там самое главное то скорость мысли скорость реакции то есть неважно что ты скажешь но надо быстро реагировать и желательно таким образом но сейчас она почему свелось на украинским эксперты или вот они все это не эксперт на самом-то деле это же не какое-то политическое ток-шоу они называют политическим ток-шоу на самом-то деле это же сфера развлечения развлечения до развлечения российского зрителя российского гражданина чтобы он как бы не задавался вопросами чё шамана повязали который хотел демона изгнать из кремля ну понятно сейчас я даже так иногда включать телевизор как они те которые представляют украину даже даже не так не украину там же сейчас уже международный масштаб там же есть и американцы для меня майкла бома я лично знаю я ему статьи писал в опинин да в опинин в москва таймс когда он там работал редактором отдела пинин майкла знаю очень хорошо ну и есть другие там ребята которые приезжают из других стран как бы но что же если бы знаете параллельно на российское государство не убивало людей и не захватывало территории других стран в первую очередь я говорю об украине то я бы сказал задевать делайте что хотите но в данном случае конечно это как сказал игорь яковенко это называется информационное преступление это не пропаганда да нет это хуже конечно же она перешло уже как бы рамки просто пропаганда просто это война терминов нам уже много раз задавали чем отличается пропаганда от информационного преступления ну наверное тем что информационное преступление ведет впрямую к преступлениям уголовным да то есть люди посмотрели поехали начали убивать пропаганда же она имеет ну как бы смысловые границы но повторяю это не война терминов да неважно как ты назовешь утку есть она плавает крякает как утка и так далее по известной американской этой поговорке вот о чем я хотел вдогонку вот мысль такой поделиться роман ведь на самом-то деле есть общее мнение что вот вы роман как но фактически я имею фактически единственный украинский журналист который аккредитован работать в россии официально и с контакт конечно с удовольствием там часть во всяком случае тех кто принимает эти решения ну лубянки или где-то конечно либо выпины ли вас либо посадили но это только желание да естественно они это решают многие считают что вас держит тоже в качестве ну как вот смотрите какая война у нас нет войны российские войска нет россию у нас даже журналист занимающие такие жесткие про украинские украинские скажем даже позиции пожалуйста он работает в москве он может звонить пескову брать комментарии он значит никто его там не преследует никто не сажает там ну в рамках общих правил он имеет все те возможности которые имеют другие журналисты ну иностранные в частности то есть где-то многим кажется что то что вас держит это тоже способ некого кукольного театра что все это очень контролируемое дозировано если он будет перебирать так сказать с частью так сказать критики москвы путина и так далее то мы просто выгоним то есть вот такие правила игры что вы думаете по этому поводу то есть для москвы наличие такого журналисту но понятно все эти годы на всех прямых пресс-конференциях путина открыто встать и сказать вызвать что вот там убиваете на донбассе украинские граждан вывод держите политзаключенных и так далее то есть оказывается для режима вот такая дозированная до тем более так сказать на таких мероприятиях как прямая пресс-конференция Путина, где вы часто задаете ему об этом вопрос, что она даже полезна, вот такая прививочка, вот такое декоративное участие. То есть, понижает ли, демпингует это вашу Роман роль, как журналисты, или же нет? Я так не считаю, но много я слышал мнений об этом, что вот Роман, он как бы дополняет вот эту пропагандистскую картинку. Мне кажется, что важно было бы, чтобы вы об этом сказали. Ну, вы знаете, Марк Захарович, на самом-то деле, лично для меня в данном случае является ключевым не то, что думают в Москве, и в Кремле, и российские боги-пиары. Намного важнее эта позиция на руководство нашей медиакомпании 1+,1 и Униан. И пока я ориентируюсь на это, потому что агентство Униан полностью финансирует московский корпункт. от зарплаты, квартиры, оператора, ну, там есть масса всяких там нюансов, которые связаны с работой. Вот это для меня самый главный критерий. И я исхожу из этого, потому что я корреспондент украинского агентства Униан. Это первое. Что касается, то есть, что я прекрасно понимаю, что тут они тем самым пытаются показать, что вот Россия такая демократичная страна. Смотрите, ходит тут безумный дикий УКР, чуть ли не оскорбляет нашего великого президента, но мы его терпим. Не без этого. Вы знаете, я вам приведу такой пример. В 2014 году, когда как раз были самые горячие бои на Донбассе, я пришел в Государственную Думу, еще Нарышкин, который сейчас глава СВР был спикером Российской Нижней Палаты. Я ему, ну, то есть, ну, как, они в какие-то вопросы там такой пресс-подход был. Они там что-то задают какие-то вопросы связанные, может, не только с Украиной, как бы. Он уже уходит, я говорю, типа, скажите, пожалуйста, так что там с русскими террористами, которые убивают граждан Украины? Он просто сначала опешил, типа, такой, он уже уходил, потом возвращается к микрофону и такой говорит, простите, а вы кто? Я говорю, я корреспондент Униан Роман Самулюх. Он так, ну, что-то ответил мне в таком, как это, ну, в таком, в общем пропагандистском российском потоке, тут все чиновники говорят одно и то же. Но после этого ко мне подошел парень, который работает в этой системе, с которым мы знакомы были и знакомы до сих пор, слава богу, до войны, он мне сказал, Рома, я тебя поздравляю, теперь ты стал для нас священной коровой, но учти, что если с тобой что-то случится на улицах Москвы, имей в виду, что это точно не мы, в смысле не власть российская, потому что нам это не нужно, как бы, но ты будь осторожен, потому что люди, которые смотрят русский телевизор, у них от этого, что они воспринимают оттуда, у них может снести кукушку, и поэтому ночью по темным переулкам ходить тебе не надо, это 14-й год, и я, кстати, до сих пор пользуюсь этим советом, когда тем не менее по темным переулкам не хожу. Или там еще было там, не знаю, как-то помню, Захарова встретил на юбилее Эхо Москвы. Понятно. Ну, там все уже подвыпили, или мне так показалось, что все подвыпили, на то сейчас не хочу никого обидеть, так сказать. И тут я иду, Захарова идет в окружении какого-то количества людей, она меня видит, и вот так вот пальцем, «О, это украинский журналист, единственный, и мы его бережем». То есть, я в том плане, что я прекрасно понимаю, ну, в Москве… Ну, их утилитарный интерес. Работают, как люди себя в администрации называют, богами пиара. Ну, еще раз говорю, мы решаем свои задачи, которые соответствуют интересам нашей компании, в которой я работаю. Ситуация такова, какая она есть. И если так случится, как вы сказали, тут же тоже есть как бы тонкость такая, что в этом бизнесе, когда тебя отсюда выпрут, или там просто запретят въезд на территорию России. Это далеко не самый худший вариант, потому что мы с вами прекрасно знаем, что есть люди, которые отсюда не выпрут. О, да. Поэтому как бы меня эта опция устраивает, что выпрут, да и выпрут. Мне, еще раз говорю, что я свою работу люблю, и тут корреспондентом работать объективно интересно. То есть, тут такие движения, как бы, это когда на твое… Я как-то в одном из стримов сказал, что мне спросили, как ты относишься к Путину? Я говорю, ну я уважительно, уважаю этого человека. Ну и там начали говорить, что ты там чуть ли там не москалям, извините, продался. Ну это слово в кавычках, потому что я стараюсь эту лексику публично точно не использовать. контекстуально, цитируем других. Да, но смысл в чем? Это с точки зрения журнализма человек отдает приказы, ведет войны, сбивает пассажирские самолеты, убивает тысячи людей, и по большому счету, что президент великой страны, уважаемый во всем мире глава российского государства, с которым все ведут переговоры, и так далее, и так далее. И в этом плане, конечно, нам, конечно, очень не повезло с врагами сильными и беспощадными. И в этом плане, когда ты смотришь на это, то это, конечно, очень удивительно и местами страшно, потому что вот у нас как вот эта мысль постоянно в украинском обществе бродит, который всадил наш телевизор украинский, что вот можно с ними, ну, в смысле, с россиянами или с Кремлем, с российской властью договориться. Мне кажется, это настолько страшное заблуждение, которое может стоить очень дорого. Ну, что же, Роман, у нас не то, чтобы не то, чтобы вопросы исчерпались, они у нас есть, но все-таки мы уже час-двенадцать минут в эфире, нас почти тысяча человек смотрят, 988, я просто думаю, чтобы не испортить впечатлением передержкой, значит, нашего присутствия в стриме, я предлагаю на сегодня действительно стрим закончить, взяв с Романа слово, что мы снова встретимся через какое-то время для того, чтобы обязательно обсудить, ну, некие следующие события, которые с неизбежностью предстоят. вот, огромное, конечно, спасибо за участие в нашем стриме, участие в эфире, это было очень познавательно, очень интересно, я очень старался, чтобы наши зрители послушали Романа, поскольку, ну, мы часто тут обсуждаем действительно украинскую тему, для нас она не чужая, поэтому, конечно, мнение Романа для нас является очень важным. Я хочу напомнить, я прошу вас, пожалуйста, участники чата, все зрители, те, кто будут смотреть уже в записи эфир, подписывайтесь на канал Романа Цумбалюка, это замечательный совершенно контент, очень полезный, поскольку, действительно, у нас есть некий дефицит, даже вот сетевой, вот, как это ни странно, до профессионального мнения людей, в общем, из Киева, поэтому Роман, он как бы находится в двух ипостасях, и там, и тут, но тем ценнее, так что, обязательно подписывайтесь на Романа, подписывайтесь на мой канал, ну а в остальном, так сказать, спасибо огромное, Рома. Мара Захарович, очень было приятно с вами пообщаться, и я хотел вам сказать спасибо за тот склад, который вы внесли в то, чтобы некоторое количество граждан Украины вернулось домой, и начиная с надежды Савченко и заканчивая Романом Сущенко. У нас там, знаете как, УКРы сейчас нервничают, некоторые говорят, что вот там якобы Савченко не оправдала чьих-то надежд, но я убежден, что человек, когда он возвращается из плена домой, он встает абсолютно свободный, и имеет право на свои, в том числе, дебильные поступки, и это не повод оставлять его в российском плену. И это здорово. Я думаю, что наши граждане, кого вы защищали, других лучше позиций у них все равно бы не было бы. В этом плане. Ну и слава Богу, еще раз спасибо, удачи, Роман, до следующей встречи обязательно. Да, без проблем, до встречи. До встречи. Пока.